Когда говорят, что человек притягательная личность, то вероятнее всего это кино хочется смотреть. Вот что подразумевается. На его жизни хочется смотреть. Хочется быть зрителем его жизни, да, этого человека. То есть если вы хотите быть востребованием, если вы хотите быть притягательным, ваше кино должно быть такое, чтобы люди хотели его смотреть. И вот вы себе задаете вопрос, хотят ли люди смотреть ваше кино. Вы создали все условия, чтобы вы могли реализовать что угодно. Любой кинофильм. Но вы даже сценария не сели писать. Никто. Даже не задумывались никогда об этом. Вот в чем смысл. Какое кино вы хотите смотреть, если у вас даже сценарий этого кино? Да, может быть вы, знаете, не сели писать сценарий собственного кино. Поэтому у вас никто не берет ни на главные роли, ни на второстепенные. Вы вечные зрители чужого успеха, чужой триумфальной игры. В этом весь смысл. То есть человек, вы видите, в каких ипостасях может быть? Он. У вас одна ипостася, да. Вы зритель. Вам кажется, что будучи зрителем, вы находитесь в абсолютной безопасности. Пусть они там клоуны, покочевряжатся и так далее, и тому подобное на сцене, а мы посидим и на это на все посмотрим. Да, это разумно. Это разумно. Только вас нет. Вас не существует. Понимаете? Зрителей никто смотреть не хочет. На зрителей никто не смотрит. Вы никому не нужны. Зрители смотрят кино, а не зрителей. Вы, говорит, видели, что вы весь сиан с кинофильма показывали зрителям муза. И я никогда не видел. И мало того, я ни разу не видел, что вы его вообще показывали. И я говорю, Дарья Викторович, а что это со зрителей? Откуда? А это вот, знаете, у меня вот в группе обращения Батухана, это вот все сидят и смотрят на 3-5 человек, которые что-то делают. Вот это зрители. Это все зрители, их никто не видел, никто не знает этих зрителей. Ваше кино, ваше кино, оно в статусе зрителя все проходит. Вся ваша жизнь, вы смотрите чужие жизни, чужие кино. Но вы нигде не участвуете, вы не являетесь актером даже чужого сценария, не только своего, чужого не являетесь. Потому что зритель это самое поганое, что может быть в кинематографе. Самое гадое. Но обратите внимание, ведь только у зрителей в кинематографе отбирают деньги. Ни у кого больше денег. Всем остальным платят деньги. Актерам, режиссерам, а у зрителей отбирают. Вот это тоже совершенно погано. Только если вы видите, что у вас всю жизнь отбирали деньги, как бы продолжаете все оставаться зрителям. То есть если вы хотите все-таки начинать деньги получать, то нужно кем-то быть. На этом празднике жизни. Иначе у вас всю жизнь все будут отбирать. Видите как? Жизнь похожа стену. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!